Здравствуйте, меня зовут Андрей, я тренер-консультант учебного центра Кибербионик Систематикс. Я рад вас приветствовать в курсе MySQL Essential. Этот курс состоит из 8 уроков, в нем мы будем рассматривать в основном запросы к базе данных. Так же, как создавать таблицу, делать выборку с таблицей, добавлять в таблицу и еще много тонкостей, которые связаны с несколькими таблицами, мы все будем рассматривать в этом курсе. Для кого этот курс? Этот курс для тех, кто уже знаком с основами одного из языков объектно-ориентированного программирования. Желательно, чтобы вы знали один из строго типомизированных языков, так как здесь часто мы будем использовать типы данных. И чтобы вы не путались в типах данных, это также важно. И сегодня у нас вводный урок. Сегодня мы познакомимся с MySQL, рассмотрим, что вообще обозначает аббревиатура SQL, посмотрим, какие есть еще SQL, а также, в принципе, мы рассмотрим основные запросы манипуляции с данными. Также рассмотрим, что такое база данных, в чего она состоит, какие в основные типы в MySQL есть, мы также сегодня рассмотрим. Итак, что такое база данных? Ну, вы понимаете, что в IT-сфере часто приходится работать с данными, и, соответственно, их нужно хранить. Например, когда мы пишем наше приложение на одном из высокоуровневых языков программирования, к примеру, C-sharp, Java, либо C++, мы знаем, что в каждом из этих языков есть переменные. И, соответственно, в переменной мы храним определенные данные. То мы можем хранить, к примеру, строку типа данных, стринг, либо число целочисленного типа данных, либо дробное число вещественного типа данных, ну и много других типов данных для символов и так дальше. А, соответственно, если нам нужно хранить большой объем данных, мы тогда будем использовать массив. Хорошо, мы там данные таким образом храним, пробегаемся по ним по циклах и так дальше. Либо считываем нашу переменную, какое там ее назначение, то есть это, по сути, являются наши данные. Но дело в том, что эти данные хранятся на уровне выполнения программы. Если мы нашу программу закроем, то все эти данные потеряются. Для этого мы не возобновим данные. Мы просто можем еще раз запустить приложение и можем работать с полностью другими данными. А наверняка нам часто придется работать с приложениями, которые должны сохранять данные. К примеру, мы пишем какой-то форум. Вот, к примеру, наш форум написали. И там есть страница регистрации и логирования. Таким образом, мы можем полностью закрыть браузер, потом открыть браузер снова и опять зайти под регистрированным логером. Верно? Таким образом оно где-то хранится. Давайте разберем. Таким образом, мы наше веб-приложение закрыли и открыли еще. Вот, соответственно, для сбережения такой вот информации мы и будем использовать базы данных. Вот. Что состоит в базах данных? Соответственно, в базе данных есть какая-то определенная табличка, в котором хранятся данные. Например, данные о пользователе. Это будет у нас, к примеру, его какой-то ID, логин и пароль. И, соответственно, здесь ID, логин и пароль, они также имеют свой тип данных. К примеру, ID, вы предполагаете, какой там тип данных может быть. Это в основном целое число. В основном ID целое число. Так это что? Либо INT, либо LONG. Опять-таки, пользователей также может быть очень много. Ну, логин и пароль, думаю, понятно. Там тип данных стринг. Но в MySQL, либо вообще в других SQL, они по-другому называются. Мы сегодня также рассмотрим. Также, что еще? В базе данных не одна таблица. Соответственно, таблиц может быть несколько. В зависимости от нашей бизнес-модели. Например, тут может быть таблица User, где логин и пароль. А здесь могут быть данные о пользователе. То есть, UserData. Зачем их разделять на две таблицы? Ну, во-первых, мы можем просто данные для логина и пароля хранить в отдельной таблице. А данные, например, возраст, имя, аватар, ну то есть фотография на сайте, фотография профиля, будет храниться совсем в отдельной таблице. Так как здесь данных будет гораздо больше. И таким образом, вот здесь будет ID User, ID User, и ID User будет указывать на текущего пользователя. Например, тут пользователь 1, логин, Вася, пароль. Ну, к примеру, какой-то дефолтный пароль. Здесь вот единичка, видно? Ну и теперь здесь 1, ID User. Ну и все его данные будут в этой таблице. Таким образом образуется связь. Также в отдельной таблице еще будут посты, которые оставил данный пользователь. И так дальше. Все эти таблицы будут входить в базе данных. Теперь такой вопрос. Где эта база данных будет храниться? Вот тут вот хороший вопрос. Как раз в зависимости от конкретной базы данных. То есть базы данных, они бывают... MBADED Встроенные базы данных. Это базы данных, которые встроены в само устройство. Например, в вашем компьютере, либо ноутбуке, либо в вашем смартфоне. Также есть базы данных, которые встроены, и они будут храниться в памяти вашего компьютера, смартфона, либо ноутбука. Это встроенные. А есть базы данных серверные. То есть, таким образом мы будем обращаться на сервер, чтобы сервер обработал этот запрос и вернул наши базы данных. Для этого нам потребуется установить локальный сервер для доступа к этим базам данных. MySQL, соответственно, это серверная база данных. То есть, у нас будет URL, по которым мы будем обращаться на сервер. То есть, подключимся к нашему серверу. А затем, как мы подключились, мы, соответственно, будем выполнять наши запросы. Давайте рассмотрим, что такое система управления базами данных. Либо сокращенно с UBD. Это когда несколько пользователей, либо один пользователь, но в основном у нас может быть несколько пользователей, будут обращаться к нашей базе данных. Таким образом, пользователи у нас как клиенты будут обращаться на сервер. И, соответственно, сервер обрабатывать будет наш запрос и возвращать нам данные. К примеру, админ хочет посмотреть, какие новые пользователи добавят. Либо заблокировать нарушителей. Для этого, соответственно, на нашем форуме админ просто нажмет на кнопку «Посмотреть пользователей». А на самом деле, там таким образом будет запрос подаваться на сервер, к примеру, выбрать всех пользователей. Мы сегодня рассмотрим, как его правильно реализовать. Ну и, соответственно, наши пользователи покажутся ему в виде таблицы. Но не в виде таблицы. Там у нас будет графический интерфейс, но вообще вернет таблицу. А там уже сам разработчик уже обрабатывает эти данные. То есть, получает данные и использует разметку HTML и разные стили CSS. К тому еще добавляет JavaScript. И получилась веб-страница, куда мы заполнили данные из базы данных. И если наш админ захочет блокировать какого-то пользователя, то он, конечно, нажмет на кнопку «Блокировать». Но, опять-таки, будет выполняться запрос на базе данных. То есть, таким образом, просто статус этого пользователя изменится. Вот. Здесь на рисунке представлено СУБД МССКЛ. Сегодня мы будем рассматривать... На протяжении этого курса мы будем рассматривать СУБД МСКЛ. Также есть PostgreSQL, SQLite, к примеру. Только в чем между ними разница? Ну, МСКИССКЛ, PostgreSQL, МСКЛ. Это все серверные СУБД. Вот. Только разница в синтаксисе. Например, в МССКЛ можно использовать напрямую транзакт SQL. Что это такое? Это, в принципе, как язык программирования. Мы можем объявить там переменную, затем взять эту переменную, к примеру, в цикле по чем-то пробежаться и так дальше. В MySQL также есть транзакт SQL, но мы напрямую использовать не можем. Только в хранимых процедурах и функциях. А там можно и в хранимых процедурах, и функциях, и напрямую, в принципе, использовать. Вот. То есть, есть также некоторые отличия в синтаксисе. То есть, каждая СУБД по-разному. А, например, SQLite – это встроенная СУБД, то есть СУБД, которая используется на устройствах. Многие устройства, к примеру, Android и iOS, используют SQLite. Давайте посмотрим, что такое реализационная база данных. То есть, как я уже сказал раньше, это совокупность связанных таблиц. К примеру, таблица юзеров, либо таблицы там постов, к примеру, на форуме. Либо таблица пользователей. То есть, таблица пользователей будет ссылаться на таблицу юзеров. Например, как здесь, таблица адреса, соответственно, указывает на таблицу кастомера. То есть, есть кастомер, и в кастомера, к примеру, есть адрес. То же самое есть у нас пользователей. Пользователь, а в пользователе есть пост. А связываться они будут по определенному айдишнику. Более подробно будет во втором уроке, как эти айдишники задавать, и как, соответственно, по ним связываются. Также реалиционная база данных называется, так как мы немного предотвращаемся от многопоточности. Например, как это может быть? Когда один пользователь заказывает ноутбук, к примеру, допустим, предположим, что один ноутбук у нас остался, а три пользователя одновременно заказывают ноутбук. Мы знаем, если чисто использовать, к примеру, там Java. Кто учил Java, то, к примеру, если не использовать синхронизацию от многопоточности, то там может быть такое, что условия покажут. То есть, если количество ноутбуков больше одного, правильно, то мы делаем заказ. А там может быть, что в один и тот же самый квант времени условная конструкция нам вернет true, и поэтому условие выполнится, и когда количество ноутбуков мы отнимаем постоянно. Например, количество ноутбуков один, а если мы постоянно отнимаем, то там, если три пользователя одновременно выполнилось условие, то может быть минус два. Что касается реалиционной модели базы данных, то там, соответственно, первый пользователь заказал, кто быстрее заказал, то уже другие пользователи, к примеру, заказать не смог. Но все равно здесь есть много нюансов с этими, с многопользовательскими. К примеру, о выполнении транзакций. К примеру, один менеджер добавляет клиентов, а второй считывает, что, к примеру, в один и тот же самый момент один менеджер считал всех клиентов, а второй менеджер добавил. А потом, если через секунду обновить запрос, то уже пользователей больше, чем было до этого. Соответственно, что-то не так, где-то нашел ошибку, что два отчета между собой не сходятся. Но это также отдельная тема, тема транзакций. Также в базе данных все данные о конкретном объекте мы храним в отдельной таблице. Например, о таблице человека, либо нашего пользователя, мы храним в отдельном таблице, то есть таблице наших пользователей. К примеру, Николай Петрович Задорожный, ну и, соответственно, его улица. Также таблица о товаре. То есть у нас будет колонка имени, name, фамилии, last name, отчество и, к примеру, улица. Вот это наши колонки. И, соответственно, все данные об объекте мы храним. А если объект другой, например, товар, то там цена, название и, соответственно, его ID. Также здесь все просто. В объектно-ориентированных языках программирования мы это все описываем с помощью класса, а уже конкретно создаем объект, например, nevProduct. То есть, соответственно, у нас будет класс Product, в котором будет три поля. К примеру, ID, name и price. Price, я думаю, целочисленный тип, можно оставить здесь. А здесь мы получаем либо несколько объектов, либо одиночный объект. Мы также можем получить с базы данных. Как уже было сказано, что одна база данных может у нас иметь несколько таблиц. И, соответственно, под каждый объект создается своя таблица. Соответственно, таблица клиентов и таблица продуктов. В данном случае у нас здесь еще будут связки. К примеру, может быть отдельная таблица. Какой клиент, какой продукт купил. И, соответственно, здесь будет определенная связь, которую мы рассмотрим на следующем уроке. Такие, как один ко многим, многие ко многим и один к одному. В данном случае здесь будет связь многие ко многим. Так как один клиент может купить несколько товаров, несколько продуктов, можно сказать. Ну и продукт конкретной марки может быть купленный несколькими пользователями. Например, iPhone 8 может купить несколько пользователей. Также один пользователь может купить iPhone 8, 10, либо там еще какой-то Samsung Galaxy примерно. Также наша таблица имеет поля, к примеру, ID определенного адреса. В данном случае таблица, скорее всего, будет называться адрес. К примеру, в адресе есть ID, адрес первый, адрес второй, город, например, ID конкретного штата, либо региона, либо определенный код. Вот. И, соответственно, может быть такое, что у данного пользователя один, либо два адреса. Если у него только один адрес, то второй адрес не нужен. Что делать в таком случае, если у пользователя нету второго адреса? Мы просто можем второй адрес заполнить, к примеру, пустым значением, таким как NAL. NAL это пустота. Вот. Кто учил такие языки, как Java, либо C Sharp, то, думаю, понимает, о чем идет речь. Когда просто, ссылка на объект, то есть, объекта нету, но есть ссылка. Здесь то же самое. У нас есть поле адрес line 2. Но этого адреса у нас нет. Соответственно, NOW. И также, каждая из этих полей имеет свой тип данных. К примеру, как вы уже поняли, скорее всего, здесь либо INT, либо LONG. В данном случае, в MySQL этот тип называется INT, либо BIGINT. Здесь нету LONG. А здесь, скорее всего, строковый тип данных. Видите, тут мы пишем и цифры, и буквы. Соответственно, здесь он будет называться не STRING, а VARCHAR. Здесь тот же тип данных, здесь также VARCHAR будет. Здесь номер штата, но думаю, здесь не обязательно брать BIGINT, либо LONG. Здесь достаточно обычного INT. Даже вот в России 100 регионов, а уже если брать страны поменьше, то там, думаю, и 20 хватит. Вот. Ну и POSTAL CODE, в принципе, тоже номер кода, можно взять тип данных. Также в таблице есть в каждого поле свое свойство. К примеру, имя поля, вот видите, имя поля, тип данных этого поля, также допустимость пустого значения. Но мы с вами можем ограничить на пустое значение. Просто, например, сделать ADDRESS LINE, чтобы адрес был обязательным. То есть здесь не может быть NONE. К примеру, при создании таблицы сделать так, чтобы здесь было NOT NONE. Перейдем именно к SQL. Давайте рассмотрим, что такое SQL. Как я уже сказал, есть множество разных SQL. К примеру, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SQLite и так дальше. То есть SQL расшифровывается как Structured Query Language. То есть язык структурированных запросов, с помощью которого мы обращаемся к базе данных. С помощью языка SQL мы можем создать новую базу данных. Также добавить новые записи в таблицу, изменить записи, удалить записи, сделать выборку записей, то есть либо одну запись, то есть получить один объект, либо полностью таблицу мы можем получить. Также среднее значение, например, сколько машин марки Mercedes было продано всего. также с помощью этого языка можем изменять структуру таблицы. Ну, к примеру, добавить новую колонку. То есть как с данными мы работаем, так и с самими таблицами. То есть для создания базы данных, создания таблицы, удаления таблицы, добавить новую колонку, это мы работаем с таблицей. Это будет называться DDL, который расшифровывается как Data Definition Language. Это мы рассмотрим на следующем уроке. На этом уроке мы рассмотрим DML, Data Manipulation Language. Это, соответственно, удаление данных, изменение данных, добавление данных и делать выборку данных. Это все в себе включает SQL. Рассмотрим типы данных, которые существуют в SQL. целые числа либо int. Это понятно. Вещественные значения plot и double. Правда, в MySQL мы всегда там будем указывать сколько знаков до хомы и сколько знаков после хомы. То есть символы либо строки. Варчар. Здесь, правда, в скобках мы будем указывать сколько символов, чтобы не было по умолчанию задано определенный диапазон символов. Также текстовые строки, то есть здесь мы можем уже хранить абзацы. Дата и время data time есть просто тип данных date который будет хранить дату а есть data time который будет хранить дату и время. Также бинарные данные либо данные файлы. То есть для хранения байткота каких-то изображений если к примеру нужно будет хранить и логические значения tiny int в mysql это будет нолик либо единичка ложь либо истина. Еще есть несколько типов данных но они смежные с этими это самые основные типы данных которые будут использоваться. К примеру есть отдельно тип данных date а есть date time просто date он время не хранит если date перевести в date time то будет время 12 часов 0 секунд во вложении к этому курсу вот все наши 8 уроков в первом уроке здесь есть файл инструкция по установке mysql и sql воркбенч по установке сервера mysql и mysql воркбенч я понимаю что многие из вас уже продвинутые пользователи пока и что установить программу для вас не сложно но при установке воркбенча есть множество нюансов поэтому здесь создал инструкцию видите с описанием и с рисунками как пошагово их устанавливать видите пятый шаг почитаете эту инструкцию во вложению к этому уроку и соответственно установите mysql воркбенч это среда разработки с которой мы будем работать а давайте сейчас перейдем в mysql воркбенч у меня она уже установлена так могу в поиске вводить а могу здесь пуск ее найти так давайте mysql вот у меня есть тут много чего будет для работы с базами данных с командной строки ну вот находите воркбенч 6.3 либо если у вас версия более поздняя там 6.4 может обновиться то ее запускаете главное чтобы было mysql воркбенч запустилась mysql воркбенч вот кликаем сюда и у вас при первом запуске попросит имя пользователя если вы все сделаете точно так же как на инструкции в обложении то у вас будет пользователь root и пароль у вас будет так же вводим сюда пароль я ввел root у вас будет все точно так же окей так давайте пока все лишнее закроем с самого начала будем разбираться смотрите ну у меня здесь есть несколько баз данных так как были соответственно у вас будут по умолчанию такие базы данных как сакилла сис и ворлд вроде ну давайте зайдем сакилла тут есть графический редактор для работы смотрите видите здесь есть tables то есть таблица view представление storage procedures function ну вот это вот мы будем в процессе нашего курса учить ну давайте пока посмотрим tables видите у нас несколько таблиц актор адрес категория то есть адрес актора города какие страны заказчик фильм фильм и актор видите фильм и актор то есть какой актор в каком фильме снимался соответственно дальше налог платежность языки то есть много разных таблиц у нас полностью есть готовая схема базы данных сакилла вот соответственно мы можем попробовать графически получить наши данные давайте всех акторов получим актор я видите нажал на эту таблицу и здесь у нас колонки такие айди актора вот small int first name varchar last name varchar ну а также есть time stamp ну можно time stamp можно data time использовать для времени last update последнее обновление давайте сейчас мы выберем все записи select truth ну видите тут вот select rose и у нас создался вот такой документ для выборки пока первый запуск сервера видите пока ждет у вас тоже может быть когда сервер поначалу запускается то придется немного подождать а затем все быстро пойдет когда вы будете выполнять запросы вот видите выборка прошла успешно тут соответственно мы получили всех наших акторов которые есть в этой таблице это тестовая база данных которая у вас будет вот и соответственно видите запрос выглядит следующим образом select звездочка from sakila actor то есть sakila наша база данных так называется actor это все акторы которые у нас есть то есть это таблица actor все акторы мы соответственно здесь выбрали все наши данные вот в данном случае у нас 200 акторов видите последнее обновление тут еще в тестовом режиме за 2006 год вот давайте это закрою теперь смотрите давайте создадим новый sql документ вот нажимаю на плюсик вот создался новый sql документ и тут соответственно мы можем писать запрос к примеру давайте выберем все города select from city select звездочка когда мы пишем звездочку это мы выборку всех записей делаем мы еще подробнее рассмотрим city и выполняем запрос то есть запрос мы можем выполнить либо вот этой молнии либо вот этой давайте нажмем так ну в данном случае у нас запрос полетел почему error code no database select то есть у нас просто не эта база данных в данном случае выбрала не сакила видите я к city обратился для того чтобы выбрать города нам надо либо так к примеру сакила точка city вот о видите все города выбрали они здесь у нас кстати отсортировано по алфавиту видите сначала на а идут потом на б потом на си все наши города указал схему базы данных а так то если мы просто пишем city то непонятно какую схему мы выбираем вот поэтому здесь запрос полетел видите галочка значит мы успешно выполнили запрос то есть 600 записей нам вернуло то есть всего городов у нас здесь 600 так но давайте подумаем всегда нам нужно здесь писать сакила или нет можно сделать следующее немного сократить эту запись просто выше например написать use сакила то есть мы выбираем запись сакила да кстати тоже ставим точка скола иначе скрипт не выполнится use сакила и опять таки нажимаем вот соответственно видите у нас здесь два сразу выполнилось то есть мы выбрали схему базы данных сакила вот и таким образом из таблицы city мы выбрали вот все города то есть предпочтительнее вот так использовать то есть вначале выбираем базу данных а потом обращаемся к таблице о видите даже вот графический редактор показывает что у нас выбрано сакила я могу двойным кликом на mydb ну и у нас выбрано mydb но давайте выполним еще раз ну да города выбираются видите так как мы здесь выполняем юз сакила но смотрите дело в том что это файл у нас будет файл с расширением sql сам по себе sql он не является языком программирования то есть он не компилируется поэтому sql мы называем скрипты в данном случае если я выполню вот этот вот запрос видите сверху вниз выполняется то есть вначале выбирается сакила а потом с электром сити если наоборот но если вот это вот сакила например вот так вот переставлю сюда местами то мы получим ошибку а не да сакила у нас была выбрана просто последняя давайте я перейду на mydb да вот видите перешел на mydb у нас просто до этого была выбрана база данных сакила поэтому я запустил и давайте о получили ошибку потому что в таблице схеме базы данных mydb сити не найдено абсолютно вот поэтому вначале выбираем базу данных а потом запускаем да получили наши города можем мы этот вывод закрыть вот здесь только смотрите давайте я еще раз выберу mydb выбрал видите жирный шрифт и смотрите я не обязательно могу последовательно запускать я просто могу навести на запрос и его выполнить так как опять таки повторюсь это не является язык программирования это скрипт то есть смотрите для того чтобы выполнить видите у нас два значка для запуска то есть если я вот эту вот молнию нажму то у нас все выполнится последовательно а если вот эту вот молнию с буковкой и это в зависимости от того на каком запросе будет наш курсор мыши то есть видите у нас курсор мыши select from city выполняю 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 видите 4 раза выполнил и у нас select from city mydb city doesn't exist то есть я могу сразу навести на запрос потом выполнить например здесь use sakila нажимаю о видите у нас в логах появилось use sakila то есть мы выбрали sakila и вот здесь соответственно теперь sakila черным цветом а теперь давайте я наведу на вот этот вот запрос select from city так выполняю о все мы с вами получили то есть видите мы можем как сразу все запросы выполнить так и выборочно из всех наших запросов выбрать текущий но хорошо давайте сейчас рассмотрим примеры к нашему курсу для того чтобы открыть существующие SQL документы для этого мы не сюда там где плюс нажимаем а выбираем с папки выбираем так выберем первый пример видите файлы SQL мы только здесь открываем вот соответственно это наш первый пример как создать базу данных помним что если я нажму сюда то все наши запросы выполнятся в данном случае у нас здесь 4 запроса то есть мы удаляем базу данных создаем базу данных используем базу данных которую создали и создаем нашу таблицу вот давайте выполним но видите в чем недостаток если у нас хоть один запрос полетит то дальше уже не пойдет видите я выбрал и у нас дроп датабейс здесь используется то есть получилось так что мы не можем удалить базу данных которая не существует то есть полетел первый запрос дальше уже запросы не выполняются поэтому давайте сейчас выполнять все выборочно то есть дроп это соответственно удаление дроп датабейс выполняю вот этот вот запрос да видите запрос полетел так как датабейс картшоп не найдено создаю новую базу данных для того чтобы создать новую базу данных то мы выполняем команду create database это также create одна из команд dda data definition language выполняю да есть ну и используем данную базу данных да кстати здесь название базу данных к реестру вообще отношения не имеем можем записать даже вот так да то есть use car shop давайте сейчас я изменю в запросе то есть use car shop выполняю да все хорошо хоть я создавал database car shop с большой буквы а использую с маленькой буквы то есть регистр здесь не имеет значения название таблицы то есть использую car shop да и смотрите тут такой момент что мы с вами меняли то есть когда мы меняли то соответственно появляется такая звездочка так но по умолчанию оно не сохраняется здесь не так как в интелли идея либо visual studio здесь соответственно оно по умолчанию не сохраняется для того чтобы сохранить мы можем просто закрыть этот документ и нажать save либо don't save тогда этот документ не сохранится но тогда будет предыдущая версия сохранена но если мы что-то изменили зачем так сложно вот выходить и нажимать save это ни к чему поэтому мы будем нажимать вот сюда видите save о видите я сохранил и вот эта вот звездочка которая тут была вверху пропала что-то я изменю о видите появилась звездочка сохраняем теперь опять давайте допишу иначе этот запрос не выполнится так как оно будет видеть usecarshop и createtable как один запрос ставлю сюда точку запятой видите изменил вот ну и не забываем сохранять сохраняю все уже все сохранилось не обязательно выходить вот теперь я создаю таблицу клиентов видите клиент назвал таблицу createtable клиент и здесь мы ставим такие скобки можно все это все дело в одну строку написать просто обычно по правилам myspl пишут так чтобы отличать где какое поле то есть у нас будет ID клиента в начале название поле колонки таблицы то есть у нас таблица клиент название колонки у нас будет ID целого типа данных int autoincrement и not now то есть в данном случае что это значит autoincrement это когда мы будем добавлять каждого нового клиента то у него ID будет генериться автоматически то есть постоянно увеличиваться на единицу первого добавил у первого клиента будет 1 у второго 2 у третьего 3 и так дальше постоянно то есть нам не обязательно даже вот это вот ID указывать когда мы будем добавлять сюда нового клиента оно и так будет увеличиваться на единицу и not now это значит что оно не будет пустое то есть никогда оно не может принимать значение now вот дальше имя будет у клиента типа данных ворча строкового типа не обращайте внимания на то что здесь у нас name подсвечивается так как name есть определенная команда в mysql здесь ничего страшного если вы так напишите то у вас соответственно это будет как колонка name то есть имя клиента ворчар на 30 символов у нас дальше h соответственно tinyint но tinyint часто используют для вуллинского значения как нолики единица но в данном случае tinyint еще подойдет как возраст так как диапазон tinyint это как byte высокоуровневых языках программирования то есть от минус 128 до 127 вот ну понятное дело что возраст людей не превышает 127 лет поэтому здесь это значение вполне подойдет телефон ну телефон у нас будет в виде строки как 15 символов так как там могут быть разделители определенные ну а также указываем первичный ключ id то есть зачем мы этому id указываем первичный ключ потому что что такое вообще первичный ключ ну что такое первичный ключ это мы будем рассматривать на следующем уроке но здесь мы его просто указали так как автоинкремент никак не может быть если это не первичный ключ то есть обязательно чтобы был первичный ключ тогда соответственно будет автоинкремент происходить иначе мы просто не создадим таблицу ну хорошо давайте я выполню этот запрос о окей таблица создана так давайте теперь посмотрим на наши схемы которые здесь есть так carshop называется ну да carshop мы не находим а почему мы же вроде бы использовали carshop для этого нам стоит обновить схему о видите у нас есть carshop видите даже черным так как мы ее выбираем вот давайте посмотрим что там carshop в carshop тут есть таблица таблица клиента вот колонки здесь id name age и form так давайте попробуем сделать выборку по клиентам ну здесь у нас пусто все правильно вот наш запрос все правильно конечно так как сюда мы никаких данных не добавляли вот так соответственно создается база данных и создается таблица также у нас будет с вами несколько таблиц в одной базе данных дальше мы с вами будем рассматривать dml data manipulation language то есть с помощью этой разновидности SQL мы будем манипулировать нашими данными то есть добавлять новые данные брать наши данные я уже вам показывал select update изменять наши данные либо удалять наши данные давайте все рассмотрим в workbench первое что мы рассмотрим это вставка данных так сейчас мы будем использовать базу данных carshop теперь мы создаем новую таблицу создаем таблицу cars где мы будем хранить данные машины car id также будет autoincrement не пустым марка также будет не пустая модель также не пустая на 20 символов каждой из них speed не пустая price также не пустая что это значит в каждом из них not mal это значит что всегда когда мы будем добавлять значения обязательно мы не должны будем пропускать те значения которые не not mal ну и первичный ключ car id так как это у нас аутент клиент так создали таблицу так теперь давайте посмотрим давайте для начала обновим вот слева обновим да видите у нас две таблицы cars и клиент вот теперь добавляем данные в карте давайте теперь рассмотрим синтезис insert into cars вот дальше после этого в скобках указываем да кстати можем в одну строку писать но обычно переносит для того чтобы было более читаемо то есть давайте я сейчас вам покажу в одной строке видите изменили документ соответственно мы его будем сохранять вот то есть мы пишем cars mark model speed price car id мы не указали так как car id у нас будет генериться автоматически и вот например mark у нас bmw напротив mark модель 320d скорость 225 и цена 36000 давайте выполним вот добавили а также второй второй у нас будет где под каждым видите так лучше читается где марка где модель где speed где price то есть это в принципе не важно вот добавляем следующую вот видите добавление произошло успешно мы даже можем посмотреть что в таблице cars хранится о видите мы добавили нашу марку одну так теперь добавляем следующую дальше и следующую так теперь давайте посмотрим select row с графическим редактором да все три машины которые мы добавили и обратите внимание айди айди вот тут вкладка cars где мы графическим редактором выбрали айди мы не указывали посмотрим давайте еще раз внимательно мы только четыре поля указывали mark model speed price mark model speed price везде айди автоматически им генерился как я уже говорил всегда увеличение на единице какую мы добавили такая и будет по счету все просто давайте рассмотрим выборку данных как можно по каким критериям данные выбирать также мы будем использовать базу данных carshop первая из них это select chrome то есть все наши записи мы уже это знаем просто ставим звездочку поскольку мы используем carshop видите выделено carshop вот и здесь также carshop мы уже выполнили эту команду соответственно сейчас мы можем использовать просто название таблицы cars вот да все наши данные мы выбрали но смотрите здесь мы берем полностью все наши данные и все наши колонки также мы можем указать вместо звездочки select mark from cars вот давайте я выполню ее сейчас и сейчас мы взяли только марку то есть бмв ауди и парше все остальные данные мы сейчас не взяли то есть только марку могу взять только модель да вот видите только модель могу взять только ихнюю скорость максимальную да есть могу взять марку и скорость видите через запятую вот марка и скорость так ну могу марку скорость и модель То есть, просто берем без айдишника их. То есть, если по умолчанию, то мы берем в том порядке создания. Видите, айди, марк, модель, спид, прайс. То есть, видите, прайс у нас здесь последний, так как мы уже таблицу создавали, если сразу все берем. А здесь, марк, прайс, модель. Видите, прайс на второе место. То есть, мы можем менять последовательность наших столбцов при нашей выборке. Вот так. Видите, марк, прайс и модель. Дальше. Теперь мы сейчас будем с вами добавлять наших клиентов. Вот, name, h и фон. Там, по-моему, в клиентах, да, видите, айди также, автоинкремент и not now. А name, h и фон могут быть пустыми, могут быть не пустыми. Ну, давайте добавим наших клиентов. Вот. Вот, первый клиент. Второй клиент. Третий клиент. Тут просто дефолтными данными name, h и фон. Так. Троих клиентов добавили. Видите. Все прошло успешно. Дальше. Теперь четвертый клиент добавляем. Так, хорошо. Теперь давайте возьмем name, h и фон клиента. Здесь, в принципе, все просто. Просто указываем. А давайте сейчас будем по условиям их как-то отбирать. То есть, есть такое ключевое слово, как v. Видите, давайте я вам покажу в одну строку. Для начала нужно сохранить наши изменения. Во второй вкладке сохраним. Ну и в третьем вкладке давайте также сохраним, чтобы вот эта вот звездочка пропала. Так, например, возьмем клиентов, где id равен единице. Ну, равен единице id, думаю, в этом. Так как id у нас autoincrement, она по умолчанию добавляется. Да. Взяли все данные. Видите, звездочку. Где id равен единице. То есть, мы взяли первого клиента, которого добавили. Так, берем клиентов, где id больше двух. Обратите внимание, здесь строго больше двух. Вот, поэтому 3, 4 и 5. Два уже сюда не попадает. Если больше либо равно, то тогда уже два попадет. О, видите, два попало. Давайте верну обратно, где строго больше двух. Тут попало два. Теперь, да. Сохраним. Так. Теперь, где id между а и 3. То есть, бетвин 2 и 3. То есть, тут либо 2, либо 3. Вот, то есть, можно 2 и 4. Вот, 2 и 3. Давайте я укажу здесь 2 и 4. То есть, 2, 3, 4. Видите? Бетвин 2 и 4. То есть, 2 и 4 входит. Учитывая, что бетвин с английского языка это между. Вот. Ну, а здесь входят те значения, которые мы указали. Таким образом, мы можем указывать диапазон. Дальше. И and, и or. То есть, логическое и и или. Также здесь в условиях присутствуют. Например, мы берем данные с клиентов. АА, где имя АА, либо имя ЦЦ. Но АА и ЦЦ у нас есть. Мы сюда добавили. Давайте выполним этот запрос. Так. Да, АА и ЦЦ. Видите? ID 1 и 3. То есть, либо АА, либо ЦЦ. Дальше. Также берем. Вот видите, это было ИЛИ. А мы сейчас будем использовать И. Берем клиентов, у которого имя ЦЦ. И возраст больше 35. Да, есть у нас такой клиент. Видите? ЦЦ, имя равно ЦЦ. И возраст больше 35. Да, 44 больше 35. А если мы добавили клиента ЦЦ, у которого был бы возраст. Например, 34. То, соответственно, этого клиента мы бы с вами не отобрали. Так как, помним, логические выражения. То есть, true и false будет false. Соответственно, у нас бы здесь было бы true. А здесь было бы false. Так, теперь так же есть такое слово, как мод. Берем имя и возраст от клиентов, где имя не BB. То есть, отрицание. То есть, у нас все там, где имя, не BB. Не BB. Вот у нас. У нас два DD есть здесь. АА, CC. Ну да, все, что не равняется BB. Если бы нод убрали, мы бы просто взяли бы BB. Видите? Да, просто взяли бы BB. А можем написать нод. Это простые логические операции. Так же мы можем искать похожие, используя регулярные выражения, которые будут использоваться. Так, сейчас мы найдем клиентов, у которых мобильный телефон будет начинаться на 8. Ну давайте начинаться. Да, ну у нас нету клиентов, у которых мобильный телефон будет начинаться на 8. Давайте возьмем те, у которых будет заканчиваться на 8. То есть, вот видите, ключевое слово Like. Это, соответственно, телефон похожий. И тут мы указываем шаблон. То есть, 8, а потом знак процента. Это значит, что вместо знака процента может быть другие символы. Но главное, чтобы он начинался на 8. А здесь будет заканчиваться на 8. То есть, у нас нету ни одного телефона, где начинается на 8. А заканчивается на 8 есть? Да, есть. Вот. Давайте возьмем DD и 55. Это возраст и имя. Мы, заметьте, мы телефон не брали. А в условии здесь стоит телефон. Ну давайте посмотрим. DD 55. Да, у него телефон действительно заканчивается на 8. То, что мы сюда добавляли. То есть, мы добавили уже этот запрос. Можем даже повторно добавить. Так как мы еще пока не рассматривали дубликатов. Да, я добавил. Теперь давайте еще раз возьмем. Да, видите, у нас 2DD. Так как я только что добавил. То есть, повторно выполнил тот запрос. То есть, здесь не обязательно выполнять все последовательно. Здесь вы можете выборочно выбрать, какой конкретно запрос выполнить. Так, теперь давайте выберем клиентов. Имя, возраст. Телефон, соответственно, по центру, у которого есть 789 по центру. Ну то есть, сочетание цифр 789 по центру. Давайте вот выберем DD 66. Смотрим. Да, DD 66. Действительно, здесь мы видим 789. Как бы в середине этого телефона. То есть, видите, в начале знак процента и в конце знак процента. Так, теперь мы берем клиентов, возраст которых 66, 22 и 23. Ну, смотрите, возраста 23 у нас здесь нету. А вот возраст 22 и 66 есть. То есть, где H in. И перечисляем значения. То есть, если возраст входит в это множество, здесь будет. Мы здесь можем сколько угодно перечислить. Либо выполнить аналогичную операцию. То есть, видите, регистр также в самих запросах. То есть, вы заметили, что я все пишу с большой буквы. А не, они все пишут с большой буквы. Видите, insert into с маленькой. Просто обычно удобнее писать с большой буквы, так как мы сразу видим символы нашего запроса. Но мы вполне можем писать маленькими буквами. То есть, регистр здесь не имеет никакого значения. Видите, select полностью все в разном регистре. Большая, маленькая, большая, маленькая, большая, маленькая. Вот и так дальше. Вот, все равно выполнится. Давайте прочитаем этот запрос. То есть, мы берем сейчас все данные, где возраст 66 или возраст 22 или возраст 23. То есть, смотрите, вот этот вот запрос и этот запрос, они между собой аналогичны. Да, аналогичны. Только, видите, мы здесь постоянно писали h равно, h равно, h равно. А здесь мы просто указали множество. И если h одно из этих множеств. Соответственно, давайте я сейчас выполню. Ошибки никакой не будет, так как здесь, соответственно, регистр не имеет никакого значения. Да, мы получили то, что было в предыдущем запросе. Вот, давайте еще раз. Да, то, что в предыдущем запросе мы выполнили. Хорошо. Давайте теперь рассмотрим сортировку. Опять мы будем использовать CarShop. Как я уже говорил, регистр не имеет никакого значения. Видите? Вот, только что выполнил запрос. Теперь мы будем, мы выберем все наши данные из машины. Вот, из таблицы машин. Сейчас выберем все наши данные. Да, есть. Теперь, смотрите, выбираем все наши данные Order by Mark. То есть сейчас по марке мы будем сортировать. Ну да, у нас идет в начале Audi, BMW и Porsche. Видите, по алфавиту сортируем. Так как тип у марки какой? Да, у марки тип Varchar. Это значит строка. Строки по умолчанию сортируют по алфавиту. Дальше. Давайте по модели. По модели. Вот. Только смотрите. Если вдруг используются в начале символы, то есть цифры, в начале будут использоваться, то сортировка происходит по цифрах в начале, а потом по буквам. Видите? Буква А у нас после 9 и 3. То есть цифры у нас по умолчанию. Если бы здесь была цифра 0, то она бы была первая. А так как цифра 3 идет перед цифрой 9, то, соответственно, в начале, там где цифра 3, так как мы по модели, потом 9. По очереди будем идти. Вот. То есть цифры сортируют впервые. Давайте посмотрим, как произойдет сортировка по марке и модели. То есть поначалу, посмотрим, оно будет сортировать по марке. Вот. А потом по модели. Просто смотрите. Давайте для видимости добавим новую марку. Давайте предыдущий запрос. Скопируем. Тут сохраню просто. Ну, здесь я также, в принципе, могу сохранить. Так, марк, модель, спид, прайс. Ну, например, просто изменю модель. И добавляю. Так, добавил. Да. Добавился. Соответственно, теперь, если опять по марке и модель, то у нас, видите, марка тут одинаково получается. Но там, где тройка, идет впереди пятерки. Так же могу сюда добавить. Так, теперь выбираем. Так же, марка одинаковая, только А3 идет перед А5. Так как, видите, тут все одинаково. Марка полностью одинаково. А модель А и А одинаковы. Но если здесь одинаково, то смотрит последующие. Буквы либо цифры. Но тройка идет перед пятеркой. Поэтому здесь оно имеет преимущество. То есть, по марке и модели, таким образом мы сортируем. Дальше. Теперь давайте посмотрим наши машины по скорости. Ну, в данном случае, по скорости, вот, order by speed. То есть, у нас АСС и ДСС. То есть, АСС, это получается, мы запускаем. То есть, от меньшего к большему. Да. От меньшего к большему. Все верно. Так. А ДСС, это от большего к меньшему. Давайте АСС мы уберем. И тогда запустим. Ну да. По умолчанию у нас будет, так и будет АСС. По умолчанию от меньшего к большему. Если мы тут не пишем. То есть, есть такой вот оператор order by. Соответственно, можете вы его использовать для сортировки. Мы также используем базу данных car shop. И мы сейчас выберем марку и модель из машин, где скорость входит в одной из этих множеств. 225, 240, 250. Ну да. Скорость мы не выбрали. Мы марку и модель только выбрали. Вот у нас в данном случае три машины. Есть такие. Ну, в данном случае мы здесь не сортировали. Поэтому здесь в порядке добавления. В начале BMW эту добавили, потом Audi, потом вот эту вот BMW мы добавили. То есть, по умолчанию он будет искать по ID. Вот. Теперь добавим новую машину. Ну, да. 525, по-моему. Вот эту вот добавил. Давайте какую-то другую добавим. Так, теперь смотрите. Нам нужно взять марку машины и просуммировать максимальную скорость каждой машины. То есть, давайте выберем все наши машины, которые у нас есть. В данном случае, что мы хотим получить? Например, у нас три BMW, две Audi и один Porsche, например. И мы хотим просто вот эту 225 плюс 225. Например, это будет, к примеру, 450 и плюс 300. Соответственно, максимальная скорость всех машин BMW 750 получим. Максимальная скорость всех машин Audi, например, 470. Так, у нас две Audi. А максимальная машина всех машин Porsche 285. Так как у нас всего один здесь. Вот. Это мы, к примеру, хотим получить. Мы, конечно, с вами можем здесь обойтись без группировки, например. Ну, таким образом, мы просто получили марку BMW. Вот. И максимальная скорость speed. Ну, таким образом, просто у нас условие здесь стоит, где скорость попадает в один из этих диапазонов. Но у нас, насколько я помню, две BMW, где скорость подходит по нашему значению. Вот. И, соответственно, если там посчитать, то да, действительно, скорость всех вот этих вот машин будет 700. Но здесь давайте смотреть, что по условию. Откроем нашу таблицу просто. И мы видим, что максимальная скорость каких машин входит в эти диапазоны. Например, 225, 240, 250. Например, раз, два, три. Ну да, три машины. В данном случае у нас никаких группировок нет. Поэтому он просто посчитал. Вот эту скорость плюс вот эту плюс вот эту. Да, это 700. Там получил. Согласен. Так, да, действительно, 700. Так вот. А нам нужно просто взять машины, у которых скорость входит в это множество. Раз, два, три, например. И по маркам сруперовать. Например, мы нашли три машины. Две, три машины мы нашли. Две из которых это BMW. То есть, соответственно, у нас будет марка BMW. BMW и скорость которых будет складываться. 225 плюс 225. То есть, у нас должно быть BMW 450 и Audi. Да, Audi у нас только одна, у которой скорость входит в этот диапазон. Поэтому так и будет 250. Это нам поможет группировка. То есть, видите, мы выбираем марку и скорость. И написать Group by. Group by. И группировку мы с вами выполняем по марке. И таким образом мы выбираем марку и скорость. И у нас будет следующее. То есть, Audi 250. Ну да, у нас там только одна Audi. У которой скорость входит вот это вот множество. И два BMW. Да. Соответственно, 225 плюс 225. В итоге получили 450. То есть, сумма спит. Соответственно, что такое вот это вот сумм? Это функция. Мы также с вами подробнее будем изучать эти функции. Будем создавать свои функции. Но MySQL использует стандартные функции. Например, сумм для максимального. То есть, он считает сумму. Обычно применяется для целых, либо вещественных типов данных. Для числовых. Есть еще FVG. То есть, среднеарифметический. Есть еще функция COUNT. То есть, чтобы посчитать количество. Также, давайте рассмотрим, что такое ALIAS. ALIAS это когда мы выбираем наши данные. В данном случае мы CAR ID выбираем. И соответственно, сумму всех скоростей. И группировать мы будем по моделям. Смотрите. Так оно будет, когда мы сделаем выборку. Например, что мы здесь выполняли? Да, мы взяли марку. Видите? Когда мы сделали выборку, здесь марка. А сумм спит. То есть, у нас такое название агрегатной функции. Сум спит. Оно выглядит не очень красиво. И мы вот это вот все, что здесь написано. Вполне можем заменить TOTAL. Да, неплохо было бы заменить. Для этого и служат вот эти вот ALIAS. Соответственно, сумм спит у нас будет как TOTAL. Вот. Абсолютно то же самое. Только здесь будет ID. Ну да, ID таких машин. 1, 4 и 2. Вот. И TOTAL 225. То есть, здесь происходит группировка по модели. Ну, учитывая, что мы здесь брали ID. Вот. И группировали их по модели конкретно. То, соответственно, у нас тут модели не совпадают. Видите, у всех из них разные модели. 320D. Там же ж множество у нас. Да, видите. Вот тут у нас множество. 225, 240, 250. А модели у каждого из них разные. Вот поэтому сумма каждого из моделей. Давайте по марках. Я сгруппируем. Марк. Вот. Ну, так же, учитывая, что мы там ID берем. Ну, тут не совсем правильно, так как у нас там было 3 ID-шника, например. 1, 4 и 2. Вот. А у нас здесь, получается, взяли первый найденный ID. То есть, четвертый ID мы пропустили. Так как у нас BMW это 2. И тут произошла группировка по марках. Вот. Соответственно, ID 1, как BMW. Хоть у нас BMW 1, 4. Так как совпадает. А учитывая, что марки разные, если мы выполняем... Учитывая, что модели разные, если мы выполняем группировку по моделях. Вот. То тогда, соответственно, сумма у нас будет у каждого своя. Вот. Так же мы можем посчитать количество записей у нас. Ну, давайте посчитаем. Да, 6 мы видим сразу по наших ID-шниках. Но есть такая функция count, куда мы в скобки запишем звездочку. Вот. Это все данные мы будем считать. И назовем его m. Как m. mt. Вот. Так же считаем. Количество сущностей у нас 6. Count. Это так же агрегатная функция. Дальше. Марка и средняя скорость каждой марки. Вот. Соответственно, смотрим. И группируем по марке. Так же смотрите. Когда мы используем группировку. Группировку, когда мы используем. То лучше всего логические выражения указывать через having. То есть, что такое having, что мы здесь видим. Having. АВГ спит больше 230. То есть, having это тоже, что и в. Только обычно мы будем его использовать вместе с группировкой. Так. Теперь вызываем. Так. Having. Где средняя скорость которой будет больше 230. Ну, у нас Audi, BMW и Porsche. Да, BMW 250, Porsche 285, Audi 235 получили. Так как Audi у нас здесь 250 и 220, BMW 225, 225, ну и 300. Ну да. Где-то 250 среднюю скорость мы получили. И Porsche у нас только 1. Вот. Дальше. Так же мы сейчас будем получать марку и количество каждой марки. Видите? То есть, сколько у нас машин этой марки мы будем получать. Ну и группируем по марке. Так как если марки совпадают, мы, соответственно, их будем считать. Вот здесь. Соответственно, having count больше 3. Ну, у нас тут таких вряд ли найдутся, где count будет больше 3. Да. Мы не нашли ни одной марки. Ну, давайте мы сделаем количество которых будет больше, либо равно 2. Так, смотрим. Да. BMW у нас количество 2. Хотя у нас найдено 3 модели. А, точно, я пропустил. У нас условие VA здесь стоит, где попадает в этот диапазон. Просто у нас одна BMW, видите, выходит за этот диапазон. Там 225, 240, 250. Точнее, попадает в это множество. Да, да, да. Все хорошо. Видите? У нас здесь условия. Вот. И у нас действительно 2 модели, которые максимальная скорость будет 1 из существующих. 1, 2. Соответственно, 2 модели. Хорошо. Давайте посмотрим последние операции. Это операции обновления и удаления данных. Перед тем, как выполнять удаление, либо обновление, MySQL WordBench по умолчанию блокирует эти операции. Так как, если мы по неосторожности их выполним, то мы потеряем наши данные. И таким образом мы должны будем взять ответственность, что да, мы действительно хотим удалить эти данные. Для этого мы идем в настройки. Вот. Edit. Выбираем Preferences. И выбираем SQL Edition. И вот здесь вы снимаете галочку. Видите? У меня здесь нету галочки, поэтому, так как я ее снял один раз. У вас, если вы первый раз запустите MySQL WordBench, у вас Save Updates, то есть блокирует удаление, обновление и удаление. Видите? У вас по умолчанию вот здесь галочка будет, и что вы не сможете выполнить удаление и обновление. Вы снимаете галочку и нажимаете ОК. Я-то уже снял галочку. Ну, а теперь давайте посмотрим удаление и обновление. Используем базу данных CarShop. И теперь добавляем нового клиента. Max. Возраст которого 28. Вот. Добавляем. Так, теперь берем всех наших клиентов. Да, добавили сюда Max. К примеру, давайте изменим его возраст. То есть, Update Clients. То есть, мы изменяем таблицу клиентов. Учитывая, что у нас выбрано CarShop, значит, мы можем указать имя таблицы. Update Clients. Set. В одну строку можем также написать. Я же говорил, это не принципиально. Вот. Set age 29. Например, стал старше на год. Где имя будет Max. То есть, мы просто, если не укажем вот эту вот Vea, как вы уже поняли, то мы возраст всем клиентам поставим 29. А, учитывая, что мы указали Vea name Max, то, соответственно, только Max мы изменим возраст. Давайте вот посмотрим. Да, возраст 28. А теперь, если мы выбираем Update. Update. И теперь выбираем всех клиентов. Да, изменился возраст Max у 29. То есть, новых данных не добавляли, просто изменяли. Так, теперь изменяем клиентов. Указываем имя TestName. Телефон указываем. Скрытый. Где имя Max. То есть, там, где у нас Max, будет имя. TestName. Ну, давайте посмотрим. У Макса есть телефон? Да. А, кстати, у него старый телефон. Точно. Вот. Вот этот вот телефон. 0.50. А там будут три нуля. И потом звездочки. Так, изменяем. Да, изменение произошло успешно. Смотрим клиентов. Да, TestName. Возраст 29. Ну, и телефон изменил. Все, теперь имя не Max. Так, теперь давайте изменим телефон. Видите, без WA это значит, что телефон у всех клиентов изменился. Видите, у всех клиентов телефон одинаковый. 0.60 со звездочками. Так. Удалим клиента, у которого имя будет TestName. То есть, Delayed это для удаления. Так, смотрим. Удаление произошло успешно. Теперь. Select from Clients. Да, действительно, у нас нету TestName. Теперь, Delayed from Clients. Просто, без WA. И делаем выбор. Вот. Да, мы все данные наши удалили. С клиентов. Полностью Delayed from Clients. Теперь, DropTableClients. То есть, мы можем также удалить таблицу Clients. Да, удалил таблицу Clients. Теперь, соответственно, сделаю выбор по клиентам. Нет, запрос не выполнился. Table CarShopClients doesn't exist. Да. Таблицы Clients не существует. Почему не существует? Не видим мы ее здесь. Так как мы ее удалили. DropTape. Хорошо. Давайте вернемся в нашу презентацию. Вот мы и закончили первый урок по MySQL. И мы на этом уроке познакомились с базами данных в целом. Также рассмотрели основы DML. Впереди еще очень много интересного. Также мы будем рассматривать DDL. И как брать данные, связанные между собой с нескольких таблиц. У нас есть ресурс testprovider.com. Заходите и проверяйте свои знания. И до встречи на следующем уроке. Продолжение следует...